Друзья, я приветствую вас у себя на канале, приветствую всех постоянных подписчиков, всех новых зрителей. И сегодня я хотел бы ответить на такой вопрос, актуальный в преддверии предстоящих праздников. Почему мужчина не дарит подарки? Понятно, что это вопрос женский, и как обычно, за этим женским вопросом лежат сомнения в том, что, а возможно, женщина, собственно, виновата в том, что мужчина не дарит ей подарки. Давайте в этом разберемся. И ни в коем случае не приуменьшая влияние женщины на отношения, давайте все-таки изначально разберем, что может с мужчиной такого происходить, что мужчина не дарит подарки. Ну, прежде всего, мужчина может быть просто жадным или не приученным делать подарки. Такая его жизнь, такова его история, так его воспитали, на него было влияние его каких-то прошлых отношений. Прежде всего, посмотрите, вот эта его жадность и скупердяйство, оно относится вообще ко всем? Он всем людям не делает подарки, он всегда себя так проявляет, или это касается только вас? Ну, в первом случае, возможно, у него есть какие-то проблемы, связанные, опять же, с его прошлым, и здесь можно что-то сделать. Если это только к вам он так относится, то это, конечно, плохая новость. Мужчина может не делать подарки, если он не воспринимает ваши отношения, как свой какой-то проект. Он не видит смысла, ну что ли, вкладывать энергию, вкладывать эмоции, вкладывать внимание в эти отношения, и поэтому он вам не делает подарки. В такой ситуации важно понять, что у вас за отношения, как вы себя позиционируете и не обманываете ли вы себя. Ну, предположим, вы для него женщина для секса, или женщина просто для поплакать в жилетку, а он для вас мужчина, для перспективных отношений, вы что-то себе придумали и сами себя обманули. Мужчина вам не делает подарки, если у него мало денег. Ну, тут важно понимать, что если у мужчины мало денег, но он хочет сделать вам подарок, он хочет показать, что вы для него важны, он проявит внимание с любым бюджетом, так, что вы это почувствуете. Другой вопрос, чтобы вот то, что у мужчины нет денег, не было каким-то проявлением его самоизоляции. Когда я ничего не делаю, потому что я ничего не могу делать, потому что я ничего не хочу, потому что у меня нет денег, потому что ничего я не могу сделать, ну и так далее. В такой ситуации, если этот мужчина не дарит подарки, то это вообще десятая проблема в списке проблем, связанных с тем, что вы вообще вместе делаете. Ну, и теперь про вас, собственно, про женщин, которые почему-то эти подарки от мужчин не получают. Первая распространенная ситуация, когда женщина позиционирует себя как сильная, самодостаточная, такая успешная женщина, которая сама может все получить, что ей нужно, она ничего не просит, она, вот знаете, эта поговорка, не верь, не бойся, не проси. Если это часть ваших принципов и этим от вас сквозит, то мужчина не будет делать подарки. Во-первых, потому что по вам видно, что вам не нужны подарки, во-вторых, чтобы вас не оскорбить. Поэтому важно научиться просить подарки, а прежде всего просто научиться просить. Даже если это первое свидание, попросите, чтобы мужчина как-то поухаживал там, где он что-то не заметил, попросите, чтобы он вас проводил, потому что мужчина может иметь какие-то взгляды, что, например, слишком рано или мало ли что там у него в голове. Вам нужно, по сути, в этих отношениях устанавливать такое правило, что мужчина постоянно вам дает, а вы получаете. И это важно для мужчины не в меньшей степени, чем для вас. Часто женщины просто не умеют принимать подарки и комплименты. Например, мужчина делает какой-то маленький подарок, и женщина, имея вот эти предыдущие установки, она чувствует какую-то вину, показывает смущение, и, в общем, все это как-то непонятно, так скомкано. Или, предположим, мужчина делает комплимент, говорит женщине, что ты сегодня красивая. И женщина что, она начинает как-то отговариваться. Она либо говорит, что, ай, перестань, все, это глупости. Либо, да, это я просто выспалась, это вот, это вроде бы как это нечаянно. То есть, это такое последовательное отбивание желания делать подарки и комплименты в будущем. Ну и бывает так, что женщины просто не умеют благодарить. Это может быть связано, опять же, со своей какой-то семейной историей, с прошлым опытом. То есть, когда женщина получает какой-то подарок или комплимент, она думает, что если сейчас поблагодарю, я вроде как признаюсь, что я должна, и какое-то получается все очень скомканное. То есть, просто нужно чаще просить подарки, чаще их получать, чаще благодарить, это должно стать таким накатанным процессом. Поэтому будьте счастливы и делайте окружающих людей тоже счастливее. Не только дарите подарки сами, но и позволяйте другим людям их дарить вам. На этом все. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы делаете, когда мужчина не дарит вам подарки. Возможно, у вас были какие-то интересные случаи, будет интересно, если вы ими поделитесь. Если это видео вам понравилось и тема заинтересовала, ставьте лайк под видео, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления. Подпишитесь на мой канал в YouTube, если еще не подписались. Подпишитесь на мой Instagram. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.